Мы сейчас находимся в Заре, и вы знаете, я тут гуляю, у меня такое впечатление, что тут есть две категории одежды супер-пупер модные, современные, молодежные. Не думала, что я когда-то это буду говорить. Стильно, модно, молодежно. И вторая категория, она такая, знаете, вот я поняла, для таких бабушек, как я. Но я решила сейчас все потестить, все на себя надеть, а вдруг как бы одежда все-таки для молодежи, это мое. Давайте посмотрим, что тут есть. На этом кронштейне я нашла. Вот это вот, я, короче, это включаю все-таки в одежду для бабушек. Ну, потому что, мне кажется, это уже давно в моде, и я это уже давно ношу, и, короче, для бабушек. А вот это, друзья, это, я считаю, какой-то микс, микс. Вот эта ткань крошет в моде уже давно. Но вот эти вот карго брюки, они в моду вошли в том году, да, по-моему? Ну, короче, это супер-типа модно. И вот здесь вот, мне кажется, они все совместили, все вот. Пожалуйста. Тут есть еще такой топ. Нет, это я не померяю, простите меня, но это как-то вообще не мое. А вот это, смотрите, вот это вроде бы бомбер, а с другой стороны он явно укороченный. И, в общем, еще и прозрачный. Короче, опять такое совмещение. Модно и в то же время, чтобы что-то было приятное и привычное. Кроше и бомбер, который давно в моде. Пойдемте дальше покажу вам. Ну, вот, смотрите, например, здесь. Ну, здесь вот это вот я все-таки включаю. Ой, это еще какой-то как пончо. Ну, это прям точно для бабулек таких. Да. Короче, что здесь. Понятно. Ну, вот это я понимаю, что это вообще сейчас просто супер модно. Супер модно. Ну, а вот как вот, куда вот это надеть? Нет, я тоже это не буду мерить. А вот это вот, знаете, это, конечно, очень красиво, но как-то вообще совершенно бессмысленно. Ну, я не очень, не очень мне это нравится. Ну, это вообще на пляж, мне кажется, исключительно. Этот костюм мне нравится. Ну, опять же, опять же, куда? Какой случай? Это исключительно, мне кажется, на море. Вот это на море будет классно, на пляж ходить. Так, пойдемте дальше. Господи, ну я не понимаю. Опять, тут есть элементы карбы, вот эти вот накладные карманы. Ну, правда, хорошо, хоть внизу их нет. Вышивка, да? Этот цвет. Я не понимаю. Нет, это я тоже не буду мерить. Нет, я тоже не хочу. Смотрите, вот такой халат. Ну, вот по мне так, в нем я буду выглядеть, как вообще какая-то дама. Ну, вот, кстати, тема все из джинсового. То есть, я помню, когда мне было лет 19, то из джинсов, из джинсовой ткани шили прям вообще все. И вот это вернулось. У меня такое ощущение, что просто достали какую-то мою старую одежду. Там у меня был такой как-то корсет из джинсовой ткани, джинсы, естественно, джинсовая куртка, джинсовое платье, джинсовый плащ. И вот оно опять еще. Так, что вот здесь вот этот джинсовый комбинезон. И такое ощущение, что это, вот знаете, прям реально как будто сырынка какого-то. Ну, вот эта юбка мне нравится, но в ней будет жарко летом. Здесь очень жарко. Кстати, друзья, вот этот отдел в Заре мне очень нравится. Его не было ни в одной Заре вообще, где я была. Только вот тут в Испании, причем именно вот здесь, в моей любимой Заре. Прикольные такие кеды. О, смотрите, друзья. Вот шорты мне нравятся. Цвет мне нравится. Так, какой мне размер интересный. В общем, эти шорты всем, видимо, нравятся, потому что моего размера нет. А он такой, мне кажется, средний ходовой размер. А вот эта юбка, я прям вот сейчас вижу, что она должна быть на бедрах, по ней, на талии. Так. А вот эта? Давайте я ее померю. Хоть что-нибудь я померю сегодня. Я нашла такую же, это юбка-шорты. Как там я искала просто шорты, это юбка-шорты, я тоже их померю. А на этом кронштейне, друзья, тут, смотрите, подружились вот эти современные тенденции. Это юбка-шорты. Опять-таки, она, скорее всего, на бедрах, да, на бедрах я вижу. И тут, здравствуйте, здравствуйте, бабушкино платье. Но оно же всегда висит, вот что-то подобное в магазинах. Уже давно висит и висит, из коллекции в коллекцию появляется. А я смотрела недавно какого-то опять суперстилиста, просто рилс выпал. В общем, чему я не рада. И она критиковала вот такие платья. Типа, в таких платьях вы будете как бабушка, это не модно. И у нее модный образ. Это такая юбка в обтяг. Ну ладно, она там довольно длинная. Футболка, завязанная в узел на животе. Причем, как завязано, видно, что это неудобно. А сверху еще накинут жакет. Но при этом понятно, что жакет все время будет об этот узел как-то неудобно тереться. Не застегнуться. В общем, фигня, короче. О, а вот это вот, кстати, такое уже модное что-то. Это такая... Господи, что ты? Кто ты? А, вот, смотрите, тут сшито. Это такие штаны, как шаровары. Вот такой, что я вам так показываю. Вот. Вот, посмотрим на них. Вот. Ну это, кстати, мне даже нравится. Померю эти штаны. Это не мой размер. А шорты, вот эти вот, ну ладно, резинка, да? Резинка, это, конечно, не классика. Но в целом, так вот, плюс-минус, это типа классика, совмещенная с чем-то уже спортивным. Спортивный элемент это резинка. Вот это и здесь. Смотрите, такая укороченная, супер укороченная жилетка, которую, видите, обрезали. Ну, в целом, знаете, это интересно, но ткань такая, может, это даже хлопок, но он прям очень плотный. Он не будет, он будет просветивать такой он плотный. Ну, у меня ощущение, что он не будет хорошо продуваться. При этом он прозрачный. В общем, не потолки. А это вот мне прям вообще двухтысячный напоминает. Вот такая жилетка. И вот эти вот брюки карго. Ну это прям, ну нет, вот меня никто не заставит вот это даже померить. Нет, никогда. Так, тут сейчас юбка. У нее размер, разрез сзади. Тут опять такое укороченное, но в принципе это типа бомбер. Вот это, вот это мне вообще не нравится. Блин, хорошо, что я не стилист. Хорошо, что я не стилист. Нет, господи, нет, ну это все, это все, это очень все мне не нравится. Вот, вот это вот, смотрите, как прекрасно. Как будто бы такая пижама, и выглядит оно такое прям уже понятое. Ты как будто бы прям вот проснулась и пошла. Почему они висят все на одном кронштейне? Вы предлагаете это все вместе носить, что ли? Друзья, и получается какой-то супер критик современной моды. Мне кажется, вот оно вот так вот и случается, когда ты стареешь. Это такой первый призначек, звоночек. Поэтому я считаю, надо как-то работать на опережение и просто какую-нибудь вещь прямо заставить себя носить. Что вы думаете по поводу этого, по поводу способа избежать ментального или модного старения? Не знаю, как это уже сказать. Ну вот это мне нравится, кстати. Ну я бы так не оделась. Это слишком романтично. Не хочу такой быть романтичной. Поехали на второй этаж. Там тоже что-то должно быть интересное, я надеюсь. Ой, а это что? Опять это жилетка, смотрите. И тут что, шорты у нас. Шорты, кстати, мне нравятся. Наверное, я их примерю. Так, вот второй этаж, друзья. Вообще, на самом деле, любимое дело на втором этаже у меня это вон тот. Вот этот вот. Класс, да? Мне нравится, что все такие баночки, бутылочки, все такие беленькие, одинаковые и только такие яркие краски. Вообще, чем-то, конечно, напоминает вот эта вот вся стилистика. Магазин красок, я имею в виду, для стен. Прикольно. Так, ладно, давайте что-нибудь тут поищем. Все мне не нравится. Вот это вот, кстати, вот этот топ мне нравится, но он из ужасной ткани, я его мерила, я не знаю. В нем ходить невозможно. Ну, вот это платье, опять, смотрите, как будто бы из каких-то прошлых сезонов. И оно все как-то живет и живет. И вот оно для меня все-таки для бабушек, ну, вот для таких, как я, мне оно нравится. Но я, опять же, не хочу его, потому что слишком романтичный стиль. Я не знаю, куда я в таком пойду. Просто так мне его не захочется надевать. Просто так мне хочется надеть шорты или джинсы и футболку. Ну, вот это прикольно, но у нас скоро жара, это мне совершенно ни к чему. Вот это вот мне прямо нравится. Хотя в этом, конечно, будет жарко летом. Вот опять, смотрите, джинсовые, типа, корсет, вот еще. Ну, вот это вот все какое-то творчество мне не нравится, блин. Как будто бы кто-то сам отрезал джинсы и вот это вот сделал. И вот эти вот брюки, конечно, карга мне не нравится. Вот это вот платье вообще какое-то какое-то, посмотрите, какая ткань. И вот это мне все тоже не нравится, это все ободранное. Вот спортивные штаны. Вот, ой, вот это вот прям, прям то, что надо. Ну, вот это прям вообще, меня настолько вот этот лук весь в двухтысячное отправляет. У меня просто от этого, знаете, ощущение, как будто вот кто-то свои старые вещи не выкинул, и все сейчас они здесь продаются. Все, друзья, пойдемте в примерочную. Потому что еще знаете, что у меня, вот я не понимаю вообще какой-то общей концепции. И вот что меня прям как-то раздражает. И я не понимаю, что мы карга носим, все ободранное. Или вот эти вот трюшечки у нас продолжаются. Или еще из костюмной ткани делают такие корсеты. Сейчас я вам покажу. Это тоже очень странно. Да вы определите уже в каком-нибудь стиле. Как будто бы все непонятно. И так как-то все запутано в жизни, и еще и моды теперь запутывается. Вот, смотрите, видите, это как будто бы, да, вот это вот карман пиджака тут когда-то был. Это типа лацка, но это все вместе корсет. И вот здесь рядом вот этот ободранный корсет джинсовый. А там джинсовая сумка, которая мне напоминает джинсовые сумки из 90-х. А, и вот еще джинсовая обувь. А, из 90-х, говорю, из 2000-х, друзья, из 2000-х. Все это я помню. Можно было одеться вовсе джинсовые. Сумку еще взять джинсовую. Друзья, вы как хотите. А у меня вот прям в голове вот эта песня Бритни Спирс. Какая-нибудь там. Упс, ай, тизин, теги. Ой, господи, я в 2000-х. Хочусь на юридическом. Это ужасное было время. Ну что это? Я прям не могу. Ну, оно еще как-то все мятое какое-то, да. Так, вот поближе вам, я не знаю, детали. Это что-то такое странное, странноватенькое. И оно никак отсюда не уберется. Сзади здесь такая как резинка. Очень, очень все это как-то странно. Упс, ай, тизин, тигейн. Ну, как бы вот так вот. Для меня прям настолько это все несовместимо выглядит. Нас много лет всякие стилисты учили, что джинсы с джинсами не надевают. А теперь надевают, да еще и одного цвета все надо. Это ужасно. Это ужас какой-то. За что нам это? А вот эта юбка, которая на самом деле еще и шорты, мне нравится. Единственное, что какой-то в этом году странный размер у Зары. Это М-ка, но мне она вроде как большая. Вот. Ну, мне нравится единственное, опять же, что это на талии. Ой, в смысле на бедрах. Хочется на талии. Но если взять поменьше размера, возможно, он будет на мне уже на талии. Ну, надо померить. Мне нравится цвет и то, что это вроде бы и юбка, и шорты, и шорты, и юбка. Тарам-парам-парам. Ну, вот это вот что-то вроде рубашки укороченной, еще с открытым плечом. Вот это вот мне даже нравится. Ну, знаете, как вот я бы в этом могла снять видео парфюмерное про какие-нибудь сексуальные ароматы. Ну, как бы и все. Ну, не знаю, я бы не пошла в этом гулять, потому что в какую погоду, да, летом будет дико жарко в этом. А зимой, весной и осенью в этом будет холодно. Оно все вот прям продувает. Не могу понять, нравится мне это или нет. Это однозначно удобно, но как-то я не понимаю, не понимаю вообще, как это выглядит. Как будто бы странно, но возможно это в сочетании вот с этой вот розовой, розовым топом. Если бы, например, это было с... Да, я уверена, что если бы я надела с этим, было бы нормально. Ну, не то, что прям, я вообще в восторге. Шорт и юбка мне нравятся больше. Ну, такая ткань плотная, тут еще такая двойная. Ну, то есть в жару я вряд ли это надену. Вот эти брюки я вообще передумала мерить. Я подумала, ну, зачем мне это все? А, друзья, вот еще, смотрите, мне нравится вот этот отдел. Его я вообще первый раз увидела в зале. Здесь какие-то рубашки. О, ее и упало. Господи, вернись. Так, у меня тут такое произошло. Сцепились вешалки, все, упало. Поняла, почему у меня вешалки сцепились. Потому что здесь магнитик, смотрите. Оп, оп, магнитик. Прикольно, да? Короче, мне понравилась тут рубашка. Они как-то так висят тут, как будто они какие-то супердорогие. Потому что отдельно вот в таком... Короче, в отделе висят. Отдельно в отделе. Очень логично. И тут такая деталь на руке. А еще здесь белье есть. Смотрите. Это ле, по крайней мере, вот так на ощупь. Как будто лен с шелком. И вообще я не очень понимаю. Но как будто бы тут белье. А это, я не знаю, одежда-то сна, что ли. Почему она здесь в этом отделе висит? Это на какой-то Парео похоже. Так, смотрите, цены. Это вверх. И это в принципе нормальные цены. А это сколько стоит? Ну, это, конечно, на шелке. А это, получается, пижама, что ли? Почему они тут висят? Ну, тут можно вообще собрать такой набор. Набор. И это сейчас тоже, кстати, модно. И почему-то это называется old money. Я видела вот этот стиль. Но его бы я точно так не назвала. Просто какой-то пижак. Друзья, угадайте, что я в итоге купила. И я купила вот этот вот. Ну, в общем, я его мерила. Ну, вот и все. Ну, вот и все.